Музей декоративно-прикладного и народного искусства отмечает круглую дату – 125 лет со дня основания. Столь почтенный возраст – повод передать «Связь времен» – выставки с одноименным названием. «Связь времен» – это 125 шагов от коллекции основателя Всероссийского музея декоративно-прикладного и народного искусства мецената Сергея Тимофеевича Морозова до коллекции настоящего, собранных в музее под эгидой выставки, музеев будущего, музеев-переемников традиций меценатства. Музей декоративно-прикладного искусства В советском время у нас был один-единственный коллекционер – это государство. И были одни государственные музеи. Сейчас у нас, в общем-то, коллекционеры появились и не только государственные, но и коллекционеры частные, которые собирают большие коллекции. У нас появляются частные музеи и так далее. Поэтому для чего это нужно? Конечно же, музей собрать все не в состоянии. И поэтому наша задача – найти это интересное и показать это людям. Понимаете, чтобы они образовывались, они познавали мир. Вот эта задача, главная задача музейщиков через такие выставочные программы. И не надо ничего, в общем-то, вы знаете, вот скупать, тратить государственные деньги. У нас бюджет, кстати, уже сейчас не такой богатый. Да и вообще, в принципе, это невозможно все скупить. Да, поэтому наша задача – привлекать частных коллекционеров вот этому государственному частному пожертвованию. В выставке «Связь времен» приняли участие шесть частных коллекционеров. Представленные собрания были связаны лишь проектом, поэтому их разнообразие привлекло профессионалов и любителей из абсолютно не схожих между собой областей. Специалисты в области религии приходили смотреть на изображения годы и коллекции уколов. Интересующихся русским народным творчеством и стариной привлекла коллекция прялок, а коллекция советских знамен вызвала у патриотов ностальгию по недавно минувшему прошлому. Многих посетителей заинтересовала коллекция часов. Наибольшее количество взрослых и детей приходило смотреть на уникальную европейскую коллекцию заводных механических кукол. Такой коллекции джекимаров и автоматонов нет ни в одном музее нашей страны. Это коллекция европейского искусства, это Франция, Швейцария, есть несколько экспонатов из США, была собрана в Европе. И Тавит Ликабашвили, наш коллекционер, я считаю, настоящий патриот нашей страны, купив ее за рубежом, привез в страну. Он долгое время ее реставрировал. Для того, чтобы мы смогли увидеть всю эту коллекцию в этом виде, в новых костюмах и работающую, потребовалась действительно большая работа реставраторов. Уход за такой коллекцией – дело зачастую неподъемное, даже для музея. Ведь перевозка, обслуживание и реставрация механических кукол требует не только больших финансовых вложений, но и способности понять, оценить и почувствовать магию уникального собрания. Вот почему так важно было для предыдущего владельца коллекции передать свое детище в надежные руки. Свою коллекцию Давид Михайлович Кабашвили получил в 2004 году от шведского коллекционера Билла Линдвелла. Коллекция в то время насчитывала около 400 предметов, но за эти годы она выросла в более чем 8 раз и сейчас насчитывает более 3000 предметов. В ближайшее время Давид Михайлович собирается открыть музей, где для москвичей и гостей столицы он будет демонстрировать механические куклы и музыкальные инструменты. Эти куклы поют и танцуют, двигают руками и ногами, глазами и губами, демонстрируя всем огромное человеческое мастерство и терпение. Так что не удивляйтесь, если вдруг одна из этих кукол начнет экскурсию вместо хранителя музея. Уважаемые дамы и господа, приветствуем вас на нашей эксклюзивной выставке кукол. Вашим вниманием представлены реки, коллекционные пузыря, маникальных автоматов, различные по тематике. У нас в новой рейке кукол представители восточной, европейской и африканской культуры, а также большое разнообразие клоунных, кубьятных, животных и жанровых сцены. Экспозиция, поговоря и в любви, все многообразие кукол. Этого молодого человека зовут Буба. Около века назад он стоял в европейском торговом центре и зазывал покупателей. Говорящие куклы – вершина мастерства механиков. Они появились к концу 19 века, но идея заставить куклу двигаться родилась гораздо раньше. Первые упоминания о простейших механических куклах встречаются в трактатах Аристотеля, Плутарха, Плиния. Механическая кукла появляется в конце 18 века в Швейцарии. И сейчас эти куклы называют первыми компьютерами. Часто кукла состояла из двух-шести тысяч деталей, и на ее изготовление уходило больше года. Куклы поражали своим разнообразием действий. Куклы могли писать, куклы могли пускать мыльные пузыри, воздушные поцелуи. Куклы здоровались, разговаривали, читали книги, и тем самым радовали не только детей, но, безусловно, и взрослым. Они были украшением богатых особняков. Естественно, эти куклы были дорогими и выпускались в единичном экземпляре. Позвольте такой подарок своему чаду мог не каждый состоятельный европеец. Поэтому дети относились к таким подаркам очень бережно. Их не наряжали, не перемещали с места на место, только заводили. И то, лишь по особым случаям, когда вокруг собирались соседи и друзья. Мы можем включать только в субботу и воскресенье, так как действительно это старые механизмы, они требуют постоянного наблюдения реставраторов. Мы не можем включать чаще, так как все-таки этим экспонатам больше ста лет. КРИКИ КРАПЛЕГУС ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА КРИКИ КРАПЛЕГУС ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА КРИКИ КРАПЛЕГУС Большинство российских детей впервые увидели механических кукол в действии. Кстати, большинство взрослых тоже. Ведь в их советском детстве такие игрушки продавались исключительно за границей. КРИКИ КРАПЛЕГУС При этом понятно понимая о том, что мы никогда этого не видели. В 20 век советское государство не закупало такие милые игрушки даже для фондов-музеев. И вот, спустя два десятилетия после советской власти, премьера. Выставка 50 европейских механических кукол. Малой части того, что вскоре увидит Россия. Каждый экспонат выставки – историческая редкость. Но даже в таком собрании есть свои раритеты. Эти две куклы – это гордость коллекции Давида Михайловича. Им более 140 лет. И мы с вами можем видеть не только куклы, которые были сделаны в 1870 году. Мы можем видеть, какие ткани были в моде в то время, какие украшения. Потому что ткани эти слегка реставрировались, но они несут как раз ту историю, историю ткани конца XIX века. Эфиопка играет на свиреле, а эфиоп на флейте. Кукла – это не только показатель мастерства механиков, но и объект высокого художественного искусства. Ведь кукла представляет собой точную копию человека – от черт лица до цвета кожи. А кукольная одежда с точностью передает нюансы моды любой исторической эпохи и культуры. В этой витрине представлены куклы – одни из самых старинных. Это конец XIX века и начало XX века. Эти куклы закрыты в витрине, потому что уж очень тонкий механизм, и мы можем только представить, что делают эти куклы. Слоны, безусловно, катают детей. Кошечки завтракают, поднимая чашечки с кофе. Женщина укладывает ребенка, девушка поцелует воздушное поцелую, а здесь перед нами кондитер, который, открыв крышку, появляется из пирожного, который делают на его кондитерской фабрике. И все же, большинство кукол выставки относятся к более позднему периоду времени, а поэтому два дня в неделю каждый из них с удовольствием демонстрирует зрителю свое особое умение. Лишь вот эти девушки танцуют не только для публики, но и для своего повелителя. Но эта игрушка приглашает нас в цирк, которую любят не только дети, но и взрослые. Репетиция, зал еще пустой, зрителя нет, но артисты в концертных костюмах. Клоун-дрессировщик задает ритм, коза танцует на задних ногах, ну а мартышка прыгает со штангой на плечо. В 19 веке некоторых особенно продвинутых и ловких кукол подозревали в мошенничестве, якобы кукольным механизмом управлял человек изнутри. Сегодня в такой вымысел не поверят даже дети. Но самым любопытным здесь расскажут и о внутреннем мире куклы. Перед нами еще одна забава удивительная. Это шарманка, шарманщик и ослик, который вез шарманку на колесах. Вот эта как раз кукла была получена от Билла Линдвала в 2004 году и подарена Давиду Михайловичу Кабашвили. Шарманка издает очень красивую мелодию, и мы даже имеем возможность увидеть, как она работает. Здесь вал с выступами, который, вращаясь, цепляя за струны, заставляет работать кулачковые механизмы, которые стучат по металлическим пластинам и издают мелодию. Электрический привод появляется в 20 веке. Он облегчает работу механизма, но шарманка обходилась раньше прекрасно и без электричества. КОНЕЦ А вот такие куклы, как этот клоун, радовали посетителей баров и ресторанов, а еще больше радовали владельцев подобных заведений. Ведь публика развлекалась за отдельную плату. Перед нами клоун. Мы через мгновение бросим монету, заведем механизм, и клоун будет двигаться, он будет закрывать глаза, он будет клопать в ладоши, причем это будет делать под музыкальное сопровождение. Это уникальная кукла вместе с музыкальной шкатулкой. Внизу мы видим перфорированный диск, который, цепляясь за музыкальную гребенку, издает удивительной красоты мелодию. Субтитры создавал DimaTorzok А вот, кстати, и музыкальная шкатулка начала 20 века, прототип знакомых нам проигрывателей и граммофонов. Музыка в исполнении последних уже признак приверженности к ушедшей эпохе, поэтому возможность насладиться музыкой столетней давности настоящий шик для любителей ретро. Кроме того, что музыкальные инструменты это еще предмет искусства, чаще всего шкатулки делали из ценных пород дерева, украшали в технике марки 3 или инкрустации, и эта шкатулка изготовлена в Соединенных Штатах Америки. Можно увидеть устройство шкатулки, оно интересно и любопытно. Диск сменный, на котором закодирована мелодия. С одной стороны он абсолютно гладкий, а с другой стороны мы видим выступы, которые цепляются за музыкальную гребенку, издающую удивительной красоты звук. Мы с вами сейчас в этом убедимся. Заводной механизм Заводной механизм На детский записана одна мелодия, продолжительность ее примерно полторы-две минуты. Но у каждого частного владельца такой шкатулки, безусловно, было большое количество дисков, что составляло его коллекцию. Такие шкатулки были украшением праздника и нравились всем без исключения. Но среди автоматонов были и специальные, предназначенные для определенного возраста, пола и цели. Например, вот такие куклы были призваны обучать детей искусству каллиграфического письма и усердию. Это действительно чудо-кукла. Эту куклу очень любят посетители нашего музея, особенно дети. Она позволяет нам очутиться в 19 веке. Мы в доме у писателя, который закончил свой роман. Ему осталось только поставить автограф. В руке у него перо. Он каллиграфическим почерком выводит каждую букву. При этом он покачивает головой, задействованы руки, ноги, мебель. И интерьер 19 века позволяет ребенку изучить историю, историю искусства. Ну а автоматоны для взрослых были призваны лишь развлекать, удивлять, радовать. Представим себе гостиную богатого особняка 19 века. Среди мебели и эти стулья. Вот девушка в пышном кринолиновом платье присаживается на один из них. И раздается приятная мелодия. Сам стул из себя представлял уже предмет искусства, так как стоял из ценных пород дерева. Выполнен был в технике наборного дерева. Спинка, например, была окурашена удивительной красотой резьбой ажурной, а сидение выполнено в технике инкрустации. Давайте себе представим, как молодая девушка присаживалась на этот стул и слышала мелодию. Мелодия появлялась благодаря музыкальной шкатулке, которая находилась внутри стула. Вал, который имеет ряд выступов, вращался, цеплялся за двойную музыкальную гребенку, которая издавала удивительной красоты звуки. В этой же гостиной была игра для кавалеров, которые убегали, чтобы принести своим дамам мешочки счастья. Эта кукла уже позднего времени появляется электрический привод, который заставлял эту карусель вращаться. Карусель вращалась, а верхолаз, залезая по шесту, своим сачком снимал один из мешочков. В мешочке могли быть колечки с натуральными камнями, конфетки в ярких обертках или же просто бумажки, на которых были написаны добрые, нежные пожелания. Закрытие выставки «Связь времен» время подводить итоги. По мнению Маргариты Боржановой, эта выставка увеличила объем посетителей в несколько раз. В течение четырех месяцев особенно большой наплыв людей приходился на выходные дни. Именно тогда заводили механических кукол. А это свидетельствует о том, что новый музей, музей механических кукол, нашей стране просто необходим. Куклы иногда бывают более приветственными и добрыми, чем мы сами с вами. Поэтому я думаю, что это выбор людей, тех, которые стремятся, наверное, к какому-то познанию внутреннего мира самих себя. И через куклы они, я думаю, что проникают в тайники и глубину своей души. Субтитры создавал DimaTorzok